Антицеллюлитный массажер по цене в два раза ниже изначальной стоимости. Плюс ко всему два бесплатных подарка. 62-летняя Мазырянка, открыв двери незнакомой женщине, думала, что впустила в свою квартиру удачу. А на самом деле – обманщицу. Незнакомка убедительно рассказывала про приятные бонусы. Массажер стоил 400 рублей, но в рамках акции отдаст всего за 200. Ко всему прочему подарит кнопочный телефон и панно. Узнав, что хозяйка квартиры вдова пообещала познакомить с приятным мужчиной. Мазырянка от такого сладкоголосия растаяла и со спокойной совестью отдала 100 долларов. Однако в назначенное время ни потенциальный жених, ни предприимчивая сваха не явились. У женщины закрались сомнения. Да и дочка сказала, что красная цена массажера – 30 рублей. Именно за столько продавался прибор в телемагазине. В общем, суммировав реальную стоимость массажера, телефона и панно, Мазырянка посчитала себя обманутой и обратилась в милицию. На данный момент правоохранители проводят проверку. Заманчивые акции – продажи чудо-фильтров для очистки воды, способов обмана множества. Также из года в год популярны мошенничества, когда злоумышленники под видом работников коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры. А с 4 октября в Беларуси началась перепись населения. МВД предупреждает о возможной активности преступников. Убедительная просьба граждан соблюдать меры безопасности, так как злоумышленники под видом переписчиков могут проникнуть в квартиру, чтобы похитить имущество. Жертвами злоумышленников могут стать люди любого возраста, но чаще всего это одинокие пенсионеры. По месту жительства граждан переписчики начнут работу с 21 октября. Переписному персоналу выдаются служебные удостоверения установленной формы, в котором указывается фамилия, имя, отчество, поставлена печать. Данное удостоверение действительно только при предъявлении паспорта. Также у работника с собой должен находиться планшет и сумка со специальным логотипом. Правоохранители напоминают, ни в коем случае не стоит впускать незнакомца в дом, разговаривать только на улице или на лестничной площадке, не давать им свои документы. Следование простым правилам безопасности позволит избежать дальнейших проблем.